доброго времени суток господа товарищи приветствую вас на игровом канале восход приветствую всех и моих подписчиков и телезрителей которые не смотрят на не подписывается но и просто гостей канала рад всех вас видеть надеюсь вы тоже рады меня слышите видеть что же что же у нас сегодня на канале первый наш подкаст подкаст за номером ван да ну я решил там просто с какой-нибудь статичной картинкой не прятаться сделать это все-таки видео как-то игровое чтобы какой-то единственный крайне тоже происходило чтобы вам было интересно меня слушать но еще и смотреть в этот на этом подкасте так что мы с вами здесь 1 час наверно возьмем какой-нибудь заданица и куда-нибудь поедем пока будем ехать мы с вами я надеюсь поговорим все 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 абсолютно интересующие нас так сказать темы что же давайте грузы 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 мы с вами находимся в нашей северной столице нашей культурной столице нашей родины скажем так да давайте выберем какой груз сожалению у нас как я вижу абсолютно нет ни одного русского варианта по всей видимости придется нам покинуть наше уютное гнездышко и отправиться куда-то куда-то в гамбург хотите отправиться в гамбург интересный вариант по-моему хотя давайте вот наверно колес в коле даже в коле или колес мне город знаком коле колес шутбе с ними автомобиль надо отвезти дают денег мало и но весь машину совершенно на теплоходе у давать выберем так хорошо хорошо все мы можем тут потихоньку начать двигаться нужно нам направление ну а мы с можем начать разговор на нашу на наши темы собственно зачем я сделает подкаст у подкаст собственно сделан за тем что как вы знаете прошел некий период период прошел заодно были пройдены несколько игр финала которых появились буквально вчера и сегодня финальной серии да за место их конечно же будут новые проекты которые я расскажу о которых сегодня почему я их выбрал что это за проекты также несколько объявлений и также хотелось просто поговорить о насущных делах насущных проблемах вообще вообще как бы вот так да ну и давайте по порядочка по порядочку первая новость у нас она очень очень греет мне душу радует это новость заключается в том что он канале у нас теперь целых 50 подписчиков 50 подписчиков мы прошли с вами этот рубеж нас уже даже больше чем 50 52 по моему на текущий момент я этом очень рад город радость моя не какая-то такая намывная скажем так для меня это очень важно я с канала не ничего не получаю и поэтому и рекламу в моих роликах тоже не видите абсолютно никакой там помните кинес на один ролик который мне за музыку заставили включить рекламу либо на другой ролик удалять это единственный момент и ваши подписки и ваши лайки где кто подписался они важны для меня в первую очередь как индикатор того нравится ли вам то что я делаю или не нравится понимать и чем больше подписок и лайков тем больше у меня скажем прямо в удушевлении и это действительно так это очень сильно этот фактор сказывается потому что были такие дни когда у меня в один день подписа отписалась от канала три человека и прямо с утра зашел на канал статистику посмотрел отписка три человека и я вам серьезно скажу настроение не то что вниз опустился она опустилась ниже плинтуса я бы сказал и как бы сразу возникли такие вопросы нужно ли то что я делаю а для кого это зачем я это делаю и тут такие вот вопросы на которые там то скажем сразу ответ собственно верные не найти вот и настроение конечно было фиговый и записывать особо не хотелось это что записывал особо как комментировать тоже не хотелось в общем много всего такого отрицательного зато как на следующее утро встал подписка два человека были настроение прямо сразу вверх я там вместо двух серий 3 серии еще раз опас пару серий записал ты сами понимаете фактором фактором скажем так радости или не радости он весьма и весьма для меня важен и так же как можно любой ваш лайк любая ваша подписка она для меня очень много значит поэтому 50 подписчиков это очень хорошо учитывая что каналу всего где-то полтора месяца где-то начал по моему 18 июня 22 июня ну месяц небольшим скажем так так мы с вами куда-то проехали 4 процента не кто-то врезался гиперный театр вот то есть как тут такая вот ситуация и поэтому знаете любая ваша подписка любой ваш лайк он для меня очень важен именно только по ним я оцениваю насколько моя работа вам нужна насколько моя работа вам интересно она вам нравится ну и конечно же отметка она пройдена 50 подписчиков теперь будем стремиться дальше к 100 почему бы нет там 100 подписчиков это будет новый для меня вызов новая цель ну и чтобы к этой цели прийти надо что-то делать да я конечно решил делать делать мы будем с вами новый записывать новые проекты трюк появится меня на канале а вон он зеленый куда все-таки заехал вот ну и хотелось бы конечно сперва немного поговорить о тех проектах которые на канале уже есть ну и конечно первый проект один из наиглавнейших проектов как я думал как я планировал по крайней мере это world of tanks в танкс ну наверное можно уже смело сказать что этот проект он не пошел не пошел он по какой причине про то что то что я планировал мне не получилось я не получилось у меня к сожалению скажем так у меня я очень давно играю в ладу в танкс я зарегистрирован в этой игре еще с одиннадцатого года как вы понимаете время прошло очень очень много и мысли как бы о создании канала и вот выкладки видео танкового у меня появилась довольно таки давно поэтому где-то на годах полтора последних я именно эту цель исследовал записывал какие-то хорошие бои интересные бои и т.д. и т.п. и материал собралось очень много ребят очень много там что-то около 400 гигов и видео уже визуализированного и где-то за месяц перед открытием канала я уезжал в командировку и взял все эти видео хотел взять с собой для скажем так ну подредактировать сделать просмотреть их сделать к ним описание сделать к ним картинки игровые то есть очень очень много там еще конечно работы было эту работу надо было сделать а поскольку в командировку ехал меня там было свободное время именно именно как раз для этого да и а это все взял с собой у меня был жесткий переносной диск копите и как как никаких проблем не было с этим ноутбук там был все нормально ехала на поезде и когда я приехал своей цели куда ехал в командировку у меня к сожалению как оказалось потерял это копите джонский сказать что это было обидно не знаю наверное слишком мягко будет сказано что обидно это был не обидно ты был что-то уже больше чем обидно я очень расстроился просто не совсем даже знал что делать тем не менее потом я более-менее успокоился и пришел к меню что ничего страшного можно как бы начать тем больше сперва сперва были думки что я это дело не потерял а лишь просто забыл дома такие задумки что мы просто ну не положила собой этот чертов накопитель поэтому приехал из командировки все обыскал но к сожалению к сожалению оказалось что я все-таки собой взял а либо я его потеряла либо у меня его приватизировали да вот как тут так ребята получилось у меня конечно же очень печально вот тем не я начал канал открыл его вначале снимать что-то делать начал задумку поясну а как надо же анонс это был на канале что world of tanks все дела надо начал снимать пытаться снимать видео по ворлов танкс но к сожалению и видео снимались у меня там как было сплое есть там с десятка видео то будет она оказалась чтобы снимать по ворлов танкс надо играть ворлов танкс и причем довольно много играть ворлов танкс а учитывая все те проекты которые меня уже есть я тогда уже спустил это у времени у меня ну просто к сожалению просто не было и вот как-то так любят и что-либо делать с этим я не знаю все это печально очень подожду загрузка не на как за это пишется вот и как бы это все ребята печально реально печально потому что мы хотел одну а это не получилось это получилось и как с этим быть пока я не знаю в сплэй у нас танец пока его убирать не буду и прекращать не буду вполне возможно что в парке все-таки будут у нас на канале не знаю в каком формате возможно я тоже какие-то будут просто интересные бои может быть это будут какие-то стримы но не знаю пока я не уверен пока особо можно на это дело не рассчитывать спада товарищи ух тышь старичка как не попасть на а вон вот и то есть пока с танками придется подождать пока подождать пока я еще до конца не определил что с ним собственно делать возможно как-то что-то освободиться будет до большего времени смогу как-то больше уделять внимание и возможно все изменится кучу возможно стримы возможно до сыну посмотрим не будем прям сразу их хоронить все таки не зря в них столько играл просто про них забыть вот это то что касается по моему самому первому сплэй по моей самой первой задумке world of tanks вот еще один скажем так самый фактор из которых так мало танков это корабли мир кораблей world of warships открыто бета которых началось для меня совершенно внезапно я не даже не подозревал честно скажу не подозревал предполагать не мог то есть я этой темы интересовался ожидал когда выйдет но как итог вышел совершенно неожиданно как-то упустил этот момент хоп и появилась и не как бы снимаю потихоньку и ролики по вага фаршипс примерно не выходит раз в неделю сам начале уходим два раза неделю там были маленькие уровни до него легко качаться качаться сыграл пару боев и готова я так думаю что постепенно с увеличением уровней исследованиях кораблей этого дела будет немного притормаживаться и ну думаю один ролик в неделю будет сто сто процентов может такое быть что едва допустим если надо будет не заполнить сериал какую чем-то канал какой-то интересное видео снять конечно воду warships я не помню и буду снимать далее как обходим выходили обзоры на корабли так они будут выходить обоих ветки американской и японской скорее всего за обучить конечно же рано или поздно скорее рано выпустят еще новые ветки так что борту warships мы не заботим будем снимать серии десна и проехал ну ладно серии десна я хотел сказать что так и будут выходить скорее всего не очень часто и не очень много но тем не менее будут любом случае будут и то же самое в той же самой мере нам касается и другого моего проекта а именно того в котором мы с вами счет друзья играем это это с 2 евротрак симулятор 2 как то смотрел их предыдущей серии могут заметить что тут развился поменял камаз на вот этот прекрасный грузовик дав дав то что-то проехал снова на екерный театр не хрен с вами постоянно штрафуют вот немного развился купил гараж но мы наверно об этой игре поговорим с вами когда лучше собственно собственно будем в нее играть на выходите ролики будут также скорее всего выходные дни раз в неделю может быть два в неделю то бишь в среду еще это тоже вопрос интересный ну скорее всего 2 потому что мне нравится и как по этой именно по этой модификации евротрак симулятор версии игры мне 1 15 я хочу немного ускорить события так удастся как у вас немного хочу увеличить скажем так количество серий чтобы побыстрее немного это все дело происходило у нас с какой целью с целью того что есть у меня желание и дальше играть его тракт симулятором мы будем играть это вам я зуб даю но я хотел бы перейти на другую версию есть уже более совершенная это 119 версия на нее и желание перейти но и бросать 115 мне тоже вот так вот прям сразу не особо и желание что ж ты прямо прямо темно ничего не видно блин где освещение складок годы желание играть вот у меня есть почему больше очень нравится если конечно есть свои проблемы первую очередь касается звукового сопровождения потому что меня youtube уже банил один раз но не банил предупреждал что нарушаю авторское право музыки буду искать какие-то другие варианты значит на кого звуковое сопровождение данной надеюсь что в скором скором времени их найду так выполнили мы как раз с вами задание здесь получили полторы тысячи опыта совсем мало давайте отвлекемся от нашего подкаста и посмотрим что есть загрузы смотрите предлагают на вернуться как бы в россию город порохов за 15000 отвезти посуду в принципе неплохо плохо 15000 а и . то же самое что тут еще есть хотел бы хотел бы вернуться именно в россию все таки атмосферности и дороги меня российские прям таки скажем умиляют так ну что же что же что же что же давайте будем разговаривать дальше вести наш подкаст следующая тема нашего подкаста это другая игра которых я начал одна из первых и дэн лайт умирающий свет это шутер от первого лица разуме зомби зомби апокалипсис очень мне нравится и с ним я мы будем честно не угадал не угадал совершенно в том плане что игра вышла довольно таки уже давно очень много людей кто снимал по ней прохождение много людей которые я ждал и уже успели поиграть нее и поэтому интересы к ней весьма и весьма мал это явно мой прокол не та игра не то время выбраны были мной но так к сожалению к сожалению тут сказалось то что о чем я говорил в команде много раз это тот момент что я снимаю показывают то во что я сам играю и игру дэн лайт умирающий свет я упустил из своего внимания скажем так когда она вышла был занят чем-то другим должна могу сказать чем я играл это опять на иксбоксе и поэтому я был там не до зомби по виду но потом я эту игру нашел мне очень захотелось в это поиграть как раз я и канал открывал и поэтому решил что почему бы и нет собственно да почему бы и нет в таком случае это уже начал запись к сожалению ты был явный мой врагу зрителей просмотров очень мало лайков там единицы комментариев за все время за все серии которые снял нет ни одного что явно говорит отсутствие интереса какого-либо в данной игре и поэтому данный проект сейчас я там нахожусь на середине игры я прошел 48 процентов еще 52 соответственно мне предстоит поработать этом очевидно себя но вот решил я ускорить очень резко ускорить тоже проект в первую очередь за счет того что дополнительные миссии буду проходить вне записи а показывать на записи буду выкладывать сугубо только сюжетные сюжетные ролики только их и ничего другого думаю удастся мне это дело весьма ускорить так что как-то вот так это то что что касалось умирающего света еще одного из из плейф так ну и давайте наверно перейдем еще к одной игре которую я начинал самого начала это хотела тотал варм одно из прохождений у меня было за римской экспедицию те кто смотрю смотрел от прохождений следил уже знают что сегодня с этим подкастом много раньше вышел собственно было выложено и финальная часть этой игры фокус пил отуснул чуть не оштрафовали в блогу уже на финальная часть серия очень-очень оказалось долгое прохождение я обещал не оговорил в самую там сильно повторюсь обещал что буквально держал малую победу там за экспедицию обещал что буквально пару дней и все я выложу финальную часть все будет тип-топ но оказался я не прав чтобы одержать полную победу потребуется очень-очень много времени что пришлось очень долго ждать рост экспедиции нанимать генералов все это потребовалось мне очень много времени и это времени к сожалению категорически постоянно не хватало поэтому я чтобы снять финальный ролик мне пришлось ждать уж вам конечно же ждать почти две недели эти две недели а где по полчаса где по часику вечером как-то пытался в это играть развиваться конечно очень там долгий ход конец хотя фракция стала мало но за счет византии как-то развелся который показывает ход всех абсолютно всех агентов тех кто заметили я из питера сюда из пол за 500 баксов а теперь за полтора фига себе расценички вот вот как то так ребята игра у нас это закончилось прохождение но от силы мы конечно же с вами не бросаем у нас еще снимаются франки как вы помните про них мы поговорим немного позже вот но сама игра как вы помните римской экспедиции от силы я снимал снимал постоянно вот выкладываю выкладываю в последнее время все более менее стабилизируется на канал таким образом что у нас был два дня я выкладывал франков а потом был день когда я выкладывал режь к экспедицию я думаю что это немного изменится на место игры от села тотал варлинской экспедиции вас приходят новая игра совершенно новая это не значит что уйдут франки ни в коем случае франк будем продолжать снимать а вот второй серии в день будет у нас проходить новая игра называется она his war of mine это уже волка уже волка жителей осажденного охваченной войной гражданской город если бы точно города сараева разработчики они его славию по моему и сняли игру в принципе основаны на реальных событиях более-менее вот эта игра первой серии которую вы увидите уже завтра это новый проект принципе на youtube уже довольно таки много кто ее снимал но вся прелесть этой игры заключается в том что она почти полностью рандом то есть там рандомица люди которые управляются рандомица события рандомица локации и каждый раз они разные каждый раз там вы находите в них всяко разное то есть очень очень много там интересности и думаю что если я ее сниму покажу вам это будет весьма интересно первую очередь это интересно мне то есть я уже прошел три раза для себя и мне очень понравилось очень понравился он каждый раз все это новое и совершенно не скучно играть вот даже может быть если интерес у вас будет велик в этой игре возможно и даже будет не один сезон а несколько займет времени у нас я не думаю что много я думаю за неделю прохождение уложимся на самом деле там не очень долго но она опять-таки рандомная там игра может закончиться за 20 игровых дней может и за 60 то есть как пойдет рандом кончание войны как пойдет посмотрим вот но в любом случае снимать буду где-то минут по 40 каждую серию и поэтому думаю что довольно таки быстро уже должно уложить недели полторы максимума реального времени займет от игра она очень интересная ждите завтра завтра 1 сентября мама выйдет смотрите не пропускайте а чтобы не пропускать за подписывайтесь на канал немного небольшой рядом так ну и давайте наверно дальше дальше продвинемся следующая игра который хотел бы поговорить это гранди вал 2 total war kingdoms дополнение тефтонская компания за фракцию дани но те кто смотрел конечно вспомнили мою вывеску так сказать этого прохождение отличная игра мне она очень нравится и само это дополнение кинус мне тоже очень нравится вот я вам показал было конечно у меня задумка пройтись по всей наполнению то есть это вот дополнение титоник титонская компания есть же еще помню крестоносцы америка британия их но и все я вам хотел показать но к сожалению прямо сейчас наверно у меня это получится сделать по той простой причине что появилась более более интересная игра более интересная и как бы игнорировать игнорировать я ее просто не имею права права и эта игра она называется медиевом тут вар блатная сталь версия 2 да да кто не услышался версия 2 новая версия там ребята очень очень много всего переработали я даже хотел в подкаст за солнце то сие действия что перечислить все пункты изменения этой игры по сравнению с той же просто простой первой версии было стали да и список получился такой большой что он просто я решил не делать чтобы затягивать время как-то так надо чеку глотнуть а то было немного пересохло вот вот булатная сталь нас с вами ждет если честно говоря первой серии выйдет завтра завтра вместе с новой игрой и his of mine будет булатная сталь версия 2 да если честно еще даже не знаю за какую фракцию буду играть вот так вот предположив и думаю что вряд ли за северную норвегия дания вот только что проходили вряд ли будет интересного повтор пути и булат плюс наверно также не стоит убрать францию сами понимаете какой причине поэтому даже не знаю за кого взять наверно это будет одно из русских государств потому что как пишут разработчики больше всего каких-то новых юнитов качество юнитов этих и многое другое было именно изменений в русском блоке государства то есть новгороде киевской руси владимирской княжестве вот в этих государствах и думаю что наверно выберу именно что-нибудь из них из них и попробуй попробуй что не пропускайте завтрашний завтра появится новая первая серия данной игры надеюсь она вам понравится также как она понравилась мне она очень-очень интересно может как тут уж очень интересно и как ты знаете она заиграла новыми красками то есть раньше как я любыми делал открывал к ночи на компанию вот ли выберем медилу хопа прямо сразу все по максимуму смысле сложности как ты играешь и все дается так вот так просто а здесь я запустил молотку версия 2 и как-то знаете начал на сложном ничуть как раздали два долю всяком хопа думала нифигашь себе то есть там много изменений это надо учитывать то все стало некоторые параметры гораздо сложнее чем все это было то есть как-то она там стало посложнее все это дело происходить но и в то же время интереснее интереснее и мне интереснее надеюсь что их вам гораздо интереснее смотреть графика как-то улучшилась камере на стратегической карте в общем встречайте булатную сталь тем более тот из подписчиков и и хотел видеть вот пожалуйста я говорил что будет а вот она вот она булатная стали так ну и еще еще о чем я хотел с вами поговорить конечно же еще одна из игр которая идет идет сейчас на канале правда его три дня нет думаю вы догадали что это франки а тела тут вар дополнение последний ремни за фракцию франки скажем так на данный момент это самый успешный мой проект не сам не ожидал честно говоря я его начал как бы дополнение к римской экспедиции оказалось экспедиции по уначале вообще все только мог ее начать а вот за франку по мне не начал никто и хотел за франков посмотреть не посмотреть хотя бы отличие что кроме римской экспедиции происходит смотри франк это конечно порадовало очень сильно и конечно же я увидел спрос на это на франков и соответственно увидели что серии по ним выходили каждый день и я думаю никто не может сказать что я по ним филоне выпуска какие-то короткие там лишь будут отделаться от вас нет были полноценные серии 35 и 40 и 45 минут а там где-то в начале по даже часовые серии были где там битвы попадались вот но прохождение тоже тоже насчет того что он был каждый день вы могли заметить что серии уже много вышло 48 и мы как бы там потихоньку постепенно но уже видно видно уже вооруженном прямо скоро взглядом та черта где франки в принципе уже могут закончиться конечно же их не победой это безусловно я имею ввиду малую победу потому что были мысли там сделать и большую победу вот я за римскую экспедицию поиграл добился таки большой победу и ребята большая победа это играть сугубо знаете это не на запись потому что если на запись я думаю что там будет тогда у франков не 48 серии а где-то 148 серии надо будет если добиваться большая победа что я думаю франков мы ограничимся малой победой мы думают вполне будет реально какой там полноценный заход всех карт а нормально развились захватили все территории которые подбежали собственного франков франком захвате может быть италию может быть захватим и спать но не больше не больше потому что ну смысла нет там и так после испании и италия останется что был африка и балканское побережье ионического моря все так можно сказать все захватили больше как нет грузовик раздражать видео как можно 60 ком и их кошмар как и скорость не хватает чтобы обогнать ладно не буду отвлекаться вот и поэтому франки и я наверно закончу как только одержим малую победу это наверное вот так закончим франков и станет вопрос что там начнется заново после франков могу сказать что точно начнется снова от силу total war снова делал total war это я вам сразу честно говорю будет другая фракция фракция которой я уже знаю даже какая будет это будет скорее всего на 95 процентов если только вы меня уважаемые подписчики переубедить это будет взбота взбота потому что это очень интересная фракция кто-то может сказать что да ничего подобного два раза с ними встречался за режисс к экспедицию за франков легко ты их разбиваешь что ничего особенного войска хреновый т.д. и т.п. ничего подобного именно вот этим они интересны у них отличная скажем так для рассказа история вообще ознакомение всех этих изготов их него положение в испании как они там оказались как они развивались их взаимодействие с соседями их отлично и на начало игры географическое положение и вот почему почему они уже смотрел и пара за не воспользовались и своим положением не захватили малые племена испании я имею ввиду конечно же басков из фэбов меня остается загадкой что там происходит нет очень интересно и поэтому думаю что именно за визготов мы сыграем следующую партию в отеле если конечно же вы не напишете нет в коем случае не снимались мы про вандалов каких-нибудь забил изготов но пока что это конечно же остается без вот и также я надеюсь что креатив сэмбли снимет следующее после снимет сделает конечно следующее дополнение про еще более поздний период смутного или как бы по-другому называть темного времени это 700 год нашей эры и это вторжение мавров ведь европу такое скажем прямо плохо освещенный период европейской жизни очень-очень интересных ведь если по сути если вот эти династии которым сейчас закладываем своим франков если бы эти династии не справилась а там было очень-очень сложно справиться честно устроить то что малую было там бесконечная вереница прямо скажем если бы справились ближайшие годы десятилетия вся западная европа говорила по-арабски и поклонялась бы пророка мухаммеду понимаете да то есть это очень-очень интересное все дело все эти битвы и думаю длс эх оштрафовали собаки не аху 200 и где-то длс по моему лучше и не придумаешь это и период исторический который прошел бы с вами последний длс последний римлян где примерно 150 200 лет как раз скачок более-менее как у них и до этого то есть ну я надеюсь я надеюсь что будет именно так тоже я был прям лично я с удовольствием сыграл ухты копы миллиметраж и вы не заметил с удовольствием это дело бы сыграл было бы здорово увидите что там сражение были реально просто месиво когда малое количество но хорошо вооруженных и она спешит францких войн сразу бесчисленными там волнами этих арабов на верблюдах на конях с копьями легко вооруженные легко одеты численные преимущества был просто потрясающе но смогли смогли франки выдержать отбиться не повторюсь и был конечно очень очень интересно да что ты что словами снова что за непрок собственно съели у меня все прибыли от посещение французского города когда это конечно когда было куда деваться никуда не денешься но вот как-то ребят вот так такой-то первый подкаст рассказал я вам все про все мои игры которые я уже закончил которые у нас шли которые у нас идут которые у нас будут идти и конечно же основное это можно выделить три момента это конечно же еще раз поздравляю себя поздравляю вас с тем что у нас на канале 50 подписчиков и конечно же второй пункт это то что у нас появляются новые две игры это his war of mine уж жевалка и булатная стали булатная стали модно не делал два тут его вар версия 2 все новые все интересное надеюсь что это все будет пользоваться спросом то чтобы это будет все смотреть с удовольствием вот как-то так как-то так сегодня больше серии не будет понедельник чем-нибудь финал римской экспедиции и подкаст на все остальное будет завтра выйдет в обычном режиме первая серия гибетал где днем это будут франки 2 7 это будет выживал камни 3 серии ты будут булатная сталь ну и еще хотел конечно пока мы все равно еще едем станет ста форе хотел бы еще сказать что выживал у нас она в принципе ненадолго она сама по себе довольно короткая игра хотя и нужен много-много раз переигрываться чего мне нравится и могу вам честно сказать что по секрету большого что после этой игры будет еще одна игра игра это будет из серии не сделал total war но не сам я делал total war это будет одно из модов один из модов довольно таки старый 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 помняем его играл еще два года назад тогда он был очень-очень сильно забагован но появилась какая-то более-менее новая не сказал что ну а давно появилась модификация этого моду и мы в него будем играть после выживал очень интересная очень атмосферная игра которую обещают скоро выпустить полноценную игру конечно кто следит за серии диву уже нам догадались про какой идет речь а тем кто не догадался конечно же ожидает сюрприз вот как то вот так на этом друзья с вами буду прощаться спасибо что посмотрите подкаст спасибо что смотрите мои видео что подписывайтесь на канал ставите лайки комментируйте спасибо вам за все это ну и хочу пожелать вам здоровья счастья и удачи смотрите видосы счастливо